Вирвольфы, тотемы, уникальные артефакты и невероятная мощность. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван, это канал Мистер Кэт. Давайте начинать. А ты помнишь, что было первое превращение Вирвольфа? Блин, ощущение, конечно, фантастическое. Скорость быстрее ветра. Только помню, как только я начал превращаться, еще не было, не было плюшечек на улучшение Вирвольфа. Первое улучшение появилось, когда мы установили Дангард, дополнение про вампиров. А артефакты уникальные добавили только с DLC. Драгонборд. И только потом, друзья, только потом я понял, что можно создавать еще золотого. Черт подери, золотого Вирвольфа. Ах, ты ж малыш. Сейчас я тебя съем. Да, поедаем трупы. И качаемся. Качаемся, качаемся, качаемся. Моя маленькая. Моя маленькая. Не-не-не-не. Да. На самом деле, качать его довольно просто. Если много трупов, я помню, прокачался достаточно быстро. Где-то за 2,5 часа. Но просто я бегал по городам и ел стражников. Это просто лайфхак, как быстро прокачать Вирвольфа. Друзья, и прокачка Вирвольфа. Первая, это звериная сила. В облике Вирвольфа вы наносите на 100% больше урона, если кидаете сюда 4 очка. Дальше пойдем по правой ветви. Это животная энергия. В облике зверя здоровье из-за пастил увеличится на 100 единиц. Жадность в еде. Это немножечко больше добавляется здоровья. Это очень важно, так как у Вирвольфа здоровье не восстанавливается. И неразборчивость в еде вы можете поедать еще существ. Правда, они добавляют в половину меньше времени в облике Вирвольфа. Но, тем не менее, это очень круто. Очень-очень круто. Ну и самые важные способности. Это, например, тотем ужаса. Жуткие Вой Вирвольфа действуют даже на существ более высокого уровня. Их мы сможем сейчас улучшить. Но если мы найдем тотемы, друзья. Также у нас очень крутая ветвь. Левая, это вызывает снежных волков. А последняя, это вызывает Вирвольфов. Двух Вирвольфов, которые просто-просто все-все, друзья, разносят. И сейчас я вам покажу тотем. Это тотем хищника. Тотем охоты охватывает большую территорию и показывает противников. Спокойно ли они, ищут что-то или сражаются. Давайте сейчас покажу, как он выглядит. И запомните, друзья, тотемы вы сможете получить у задания у Эллы только тогда, когда полностью-полностью пройдете главный квест соратников. Запомнили? Да, 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 да. Так, первый тотем у нас выглядит вот так. Это в виде какой-то механической кости, что ли? А Элла решила немножечко побегать. Ну что ж, мы его относим в нижнюю кузницу и молимся. И принимаем этот дар. Теперь, если вы кричите, зажимаете буковку Z, то увидите, что внизу противники синенькие. Тот, кто на вас сагрился, становится красненькими. Ну, лично я считаю, друзья, что это один из самых-самых бесполезных талантов. Ну, лично для меня, может быть, кому-то этот талант будет и интересен. Ну, сагрились, да. Ну, вот они синенькие. Чтобы Элла дала задание на следующий тотем, вам придется повыполнять еще парочка простых-простых заданий. Ну, друзья, и следующий, следующий тотем. Вот он, этот тотем Вирвольфа в виде вот такого барабана. И он один из самых полезных. А Элла все бегает, друзья. Ну, что ж, отнесли второй тотем, помолились, и давайте пробовать. Тотем братства. Два! Два Вирвольфа, друзья! Два Вирвольфа, которые просто, просто-напросто все уничтожают. Отдал двести золотых и пошел дальше. Вау! Вот такие вот глюки еще иногда бывают, я не пойму. То ли это у меня Special Edition, хотя нет, по-моему, в легендарном. Вау, они просто растерзали. Да, друзья, один из самых полезных талантов, который вам очень, очень-очень пригодится в вашем прохождении. И тотем страха. Страха, страха, страха. Вот такой вот он страшненький. Череп Вирвольфа, только еще с каких-то индейских временов. Элла просто готовится к Олимпиаде. Вот, видите, даже факел у нее в руке. Ладненько, друзья. Отнесли. И активировали. Страх. Сейчас вам покажу. И теперь, друзья, если вы хотите использовать какой-то талант, вы просто прибегаете сюда и молитесь на тот тотем, который вам нужен. Ну что, ребят, давайте я вам покажу, как работает страх. Например, много, много противников, и вы просто-напросто крикнули, и они убегают. Они просто-напросто убегают. Но только не дракон. Ай, моя спинка! Ты что делаешь? Ты мой маленький. Я тебя тоже немножечко почешу. Да, друзья? Ну, дело в том, что мне просто сложат из новичок. Так что он показывает на изи, чтобы вам было все понятно. Вот, смотрите, просто убежали. Хотя кто-то тут очень смелый. Очень смелый. И уникальные артефакты, друзья, добавили только в последнем DLC Драгонборн. Да, на острове Солцхем есть локация под названием Утес Морозной Луны. И здесь обитают такие же Вирвольфы. И нам нужен Майни. Как охота. У него, друзья, вот, посмотри. Вы можете купить уникальные кольца. Кольцо Луны увеличивают длительность вашего воя на 25%. То есть страх действует на 25% дольше. Покупаю. Кольцо Охоты. Когда вы принимаете облик зверя, ваше здоровье со временем восстанавливается. Это уникальное. Уникальный дар, который позволяет нам по чуть-чуть, по чуть-чуть восстанавливать здоровье. А бывает, этого здоровья вообще не хватает. Покупаю. Кольцо Жажда Крови. Когда вы принимаете облик зверя, ваши атаки наносят на 50% больше урона. Ну и вам наносится на 50% больше урона. Друзья, это одно из невероятных колец. Просто супер крутых. И кольцо инстинкта, это когда вы обращаетесь в зверя, все происходящее в мире вокруг замедляется. То есть, вот это вот превращение достаточно долгое. Во время этого превращения вас легко могут убить, а так, оно, время замедлилось, вы нормально превратились и начинаете всех разносить. Но с помощью кольца жажды Крови, друзья, вы становитесь просто невероятной машиной для убийств. И самый мощный урон, друзья, вы получите только играя за расу Орг. Потому что здесь самый, самый имбовый талант, ярость, Берсерка. В течение 60 секунд вы получаете половину урона, а сами наносите двойную, и это работает на нашем Вирвольфе. Теперь заходим, одеваем наше колечко, которое также добавляет на 50% урона. Ну, мы получаем на 50%, но это все компенсируется, понимаете? И еще, друзья, используем, используем нашего золотого Вирвольфа. Это воплощение дракона, которое тоже с этим стакуется. Раз. Теперь заходим в таланты. Два. Теперь превращаемся в зверя. О, да, ребят. О, черт подери. Да. Настройки, игра, легенда. Чтоб все по-честному, никакого новичка. Так. Вау! Вау, друзья. Великан, по-моему, умер сразу. Он даже не понял, что это было. Вы посмотрите, огромные мамонты распадаются. Распадаются, распадаются. Да, я тоже. Кто же получил урон и черт. Когда вы получаете половину урона, половина жизни у вас остается, то появляется еще дракон рожденный, который вас же еще защищает. Иногда, довольно часто у меня был такой эффект, что я становился золотым, как я вам показывал на видео, но сейчас почему-то этот эффект пропал. Теперь смотрите. Теперь просто-напросто немножечко ждем наше превращение. А вот, видели золотой? И мы получились вот такие вот золотые. Все, друзья, на этом все. Полный, полностью прокачан Вервольф, и я играл на нем на легендарной сложности. Господи, это что-то невероятное, друзья. Это что-то... Вау, попробуйте, попробуйте, не пожалеете. Все, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и комментируйте, и пишите, пишите, пишите в комментарии, как бы вы еще улучшили вашего Вервольфа. Каким бы еще бафом, а? Мне кажется, что-то еще есть. Ладненько, друзья, с наступающим вас. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова